Добрый вечер, коллеги. Большое спасибо, что решили посвятить вечер пятницы такому делу как самообразование. Очень рад вас видеть здесь в студии и очень рад видеть тех людей, которые присутствуют здесь виртуально. Две секунды, кто я такой, что я. Меня зовут Никита Ковалев, я ведущий тренер, тренинг-центр-оратор. Активно работаю также в Москве, в университете риторики и ораторского мастерства. Веду тренинги по ораторскому мастерству и по переговорам. Честно говоря, если выйти у нас на улицу и взять ближайших первых 10 человек, которые вам попались, с моей точки зрения у девяти из них, их благосостояние, зависит от того, насколько хорошо они доносят свои идеи, свои мысли другим людям. Но, к сожалению, далеко не все это понимают, далеко не все догадываются. С другой стороны, если мы возьмем уровни топ-менеджмента, зачастую хороший яркий лидер, который пропагандирует ту же самую компанию, может быть один из самых важнейших маркетинговых ресурсов. Можно вспомнить того же самого Чичи Варкина, который пропагандировал Евросеть. Можно вспомнить Олега Тинькова, который запускает его проекты. Я верю, что вы, по крайней мере, осознаете необходимость тренировки, выступления перед людьми. И такая засада на всякий случай вопрос, на какой тренинг, на какую интерактивную лекцию вы сегодня приходили. Кто знает, кто помнит? Харизма. Харизма. Кто-нибудь еще помнит? Харизма, в общем-то, связана... Что-что? Харизматичный оратор. Это у нас основной курс. Но тема, с которой мы будем работать сегодня, это энергетика и эмоциональность. Перед тем, как мы начнем с этим разбираться, смотреть, наблюдать, стоит вопрос, а зачем нам разбираться, что такое эмоциональность, что такое энергетика выступления. Честно говоря, если вы возьмете среднестатистическое выступление, чаще всего, если вы добавите эмоциональность того человека, который выступал, в большинстве случаев выступление станет лучше. Бывают ситуации, когда эмоциональность зашкаливает, и, наоборот, полезно сбрасывать, уметь успокаиваться, когда мы работаем перед аудиторией. И кто-нибудь слышал такой матюк, разбирался, не разбирался? Это эмоциональность, энергетика. Коллеги, очень завишу от вашей реакции. Вот это означает да, вот это означает нет, вот это означает, Никита, не понял, о чем ты спросил. Хорошо. Давайте посмотрим, разберемся вместе. И, честно говоря, в свое время проходил большое количество тренингов, в том числе курсы по преподаванию, и как-то вот не разбирали такой параметр. С другой стороны, есть множество примеров. Можно вспомнить того же Ленина, который был низкого роста, который картавил, у которого была плохая дикция, выступал перед рабочими крестьянами, но за счет умения использования эмоциональности, энергетика выступления, умел достигать своих целей. Опять же, множество примеров политиков, у которых сбивчивое содержание, ну, на всякий случай, не буду говорить имена, но за счет умения подключения, вот использования эмоций во время выступления, они получают тот результат, который хотят. И для того, чтобы мы могли с этим работать, для начала давайте опишем. Есть некая модель, уже не знаю, кто ее придумал, какой-то умный человек, не знаю почему, но когда описывают эмоциональность работы с аудиторией, принято считать ее, рассматривать от нуля до двадцати. Коллеги, ноль, это если вы глубоко спите или находитесь в коме. При этом, на всякий случай, мы говорим, что сон без храпа, потому что есть те люди, которые умеют так спать, так храпеть, что эмоциональность у них зашкаливает. Двадцатка, ну, наверное, если мы берем постсоветское пространство, кто у нас самый эмоциональный оратор? Сталин, у него эмоции зашкаливали во время выступления? С моей точки зрения, наверное, Жириновский более эмоциональный, чем Сталин. Вот двадцатку предлагаю вам использовать в виде метафоры. Представьте Жириновского, который выпил. И после этого ему на ногу уронили раскаленный утюг. Вот в этой ситуации вы получите выступление на двадцатке. То есть он ежедневно пиловал в подобном состоянии. Ой, не знаю. Выпившись с раскаленной утюг, он на ноге. При этом двадцатка может быть, с одной стороны, агрессивная, с другой стороны, двадцатка может быть позитивная. Можете дать примеры профессий людей, которые работают на очень высокой эмоциональности, где эта двадцатка на доброй? Когда там, понятно, мочить в сортирах. В профессии, возможно, стройка. Что-что? Стройка. Там позитивно. Люди с друг другом общаются на двадцатке. Позитивнее. Вот добрая двадцатка. Торговый агент. Томада, да. Иногда торговый агент. Аниматоры. Клоуны. Потому что очень часто люди думают, что двадцатка может быть только на негативе. Двадцатка может быть, с одной стороны, агрессивная. Двадцатка, высокая эмоциональность, может быть позитивная. То есть классические примеры, которые вы здесь озвучили. Ну и давайте тоже возьмем такие шкалу. Если мы возьмем нудного лектора, это где-то будет десять. У нас был такой преподаватель. У него была кличка Кот Баюн. И он где-то за десять-пятнадцать минут погружал всех слушателей в такой здоровый, хороший сон. Если вы берете эриксоновский гипноз, когда там я расслаблен, я слышу те звуки, которые раздаются в этой студии. Я ощущаю температуру здесь. Как шумит проектор. Вот это будет выступление где-то, наверное, на восьмерке. Сеанс гипноза. Коллеги, как вам кажется, какой рабочий диапазон оратора? Пятнадцать-шестнадцать. Пятнадцать-шестнадцать. Нуднее, чем нудный лектор. И чуть-чуть живее, чем нудный лектор. Там начало должно быть нудного лектора, а потом повышать-повышать нудного жириновского. Да. На самом деле, действительно, кто-то в самом начале сказал пятнадцать, но вопрос был о диапазоне оратора. То есть полезно, когда у нас этот диапазон достаточно широкий. Я бы сказал, наверное, вряд ли стоит тренировать нудность, умение быть нудным лектором. Хотя, может быть, тоже где-то может пригодиться. Но, как правило, рабочий диапазон оратора – это от двенадцати до восемнадцати. Хотя есть люди, которые могут работать от девяти до двадцати. Стоит такой вопрос. Действительно, когда спросил, какой рабочий диапазон оратора, один из первых ответов был пятнадцать. Это где-то такой средний, комфортный, удобный уровень. Вот сейчас я с вами выступаю где-то приблизительно на пятнадцати. Скажите, чем плохо, если я все время буду выступать подобным образом? Да. Что человек, как правило, привыкает к одному и тому же уровню эмоциональности. Если ничего не меняется, очень быстро становится скучно. Даже если я сейчас начну говорить на очень высокой эмоциональности в течение сорока-пятидесяти минут, наверное, через какое-то время вы тоже к этому привыкнете и начнете скучать. Единственное, тоже, если мы берем работу на высокой эмоциональности, для оратора, как правило, очень быстро человек начинает уставать, начинает худеть. Для меня это только полезно. С другой стороны, публика тоже начинает уставать. При этом, если мы берем начало нашего выступления, как лучше начинать, как вам кажется, чаще всего? На высокой эмоциональности или спокойнее? Да. То есть чаще всего спокойный. Когда мы начинаем работать с аудиторией, ну, было бы странно, если человек вбегает в аудиторию и начинает там кричать, хотя если аудитория уже разогрета, если там играла группа, и в начале, вот есть такая хорошая метафора, перед тем, как работать с людьми, продай свой статус как эксперта. Эксперт, редко когда бывает, когда эксперт бегает, прыгает, что-то кричит. С другой стороны, если мы берем, ну, другой пример, представьте такую ситуацию, что взвод готов поднять, командир взвода готов поднять взвод в атаку под Сталинградом. В этот момент человек начинает говорить очень спокойно, что взвод в направлении отдельно стоящего дерева, прибежками справа-слева к бою. Вряд ли люди побегут, вряд ли люди будут делать то, что требуется. И опять вот, можем взять примеры политиков. Возьмем Путина. Какую основную эмоцию чаще всего должен транслировать Путин, как президент Российской Федерации? Уверенность, серьезность, спокойность, стабильность. Соответственно, в большинстве случаев выступления Путина, как вам кажется, на какой эмоциональности должны быть? Повыше или пониже? 12. Вот чаще всего, да, где-то от 12 до 15-16. С другой стороны, если вы смотрели самые разные выступления Путина, иногда он использует те же самые анекдоты, примеры из жизни, для того, чтобы все-таки люди не засыпали. Тоже, я думаю, вы видели выступление на очень высокой эмоциональности, когда там человек говорит, приходите работать нам в компанию. Я, честно говоря, уже заработал 8 миллионов. У меня часть машин, у меня опять жен. И иногда некоторые арараты грешат, работая на очень высокой эмоциональности, когда тоже стоит вопрос, это оправдано или неоправдано? И вот тоже последний пример. Смотрел, переключал канал Ностальгия, к сожалению, не записал. Случайно наткнулся на Ностальгию. И было выступление Леонида Ильича. То есть на каком-то там партийном мероприятии, достаточно спокойно, он читал доклад. На удивление, когда этот человек еще не был болен, Леонид Ильич завершает и после этого отрабатывает концовку, так называемый призыв там, да здравствует ленинская партия, несколько тысяч человек там, да здравствует, да здравствует ленинский комсомол. Чаще всего, если мы берем призыв к действию в тех же самых продажах, в тех же самых дебатах, тогда в концовке стоит добавить эмоциональность. И для того, чтобы мы эту эмоциональность видели, замечали, подмечали, сейчас я сделаю небольшую демонстрацию. Я расскажу стихотворение, я начну спокойно, на уровне где-то 11, и начну поднимать эмоциональность. Вы посмотрите, как я буду поднимать шкалу, и потом, коллеги, с вас обратная связь. За счет каких элементов на уровне поведения, что такое делаю, для того, чтобы поднимать, с одной стороны, свою эмоциональность, с другой стороны, верю, по крайней мере, отчасти, ваша эмоциональность тоже будет подниматься. Задача ясна? Хорошо. Так, что там из последнего? Сейчас где-то начну с 10. Лукоморья, дуб зеленый. Ну, это, наверное, десятка. Золотая цепь над дубитом. Тут очень долго не хочется находиться. Днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит. Вот это где-то 12. Налево сказку говорит. А сейчас я потихоньку подхожу к 14-15. Там чудеса. Там леший... Броди. Ага, еще раз, услышал только ночек. А там леший... Броди. Ага, русалка на ветвях. Сиди. Там на неведомых. На неведомых. Что ж такое, коллеги, кушали сегодня? Там на неведомых. Да. Вот это 17-18. Среди невиданных. Сиди. Избушка там на курьих. Ножка. Не слышу. Избушка там на курьих. Ножка. Стоит без окон, без... Сиди. Молодцы. Ну, где-то до 17-ти, до 18-ти. Хорошо. Как кажется, какие элементы я использовал для того, чтобы поднимать свою эмоциональность? Что я вначале... Жестикуляция. Да. Ага, сейчас. Что используем, чтобы поднимать или опускать нашу эмоциональность? Жестикуляция. Жесты. Вначале какие были жесты? Никаких. Потом жесты пошли... Активные. Сразу активные? Сразу подлетели? Ну, постепенно. Постепенно. Потом пошли жесты. Знаете, это как шутка новой русской на дискотеке. Вот я тоже хотела сказать, что какой-то рэп прошел. Да. Жесты были на низком уровне, и широта жестов была очень такая ограниченная. Потом потихоньку добавила широта жестов, и жесты использовались обращенные к аудитории. Потом в конце, во-первых, призывающие к действию, во-вторых, жесты на высоком уровне. Да. Что еще использовал? Движение. Движение. Передвижение в зале. Вначале передвижения отсутствовали. Потом, куда я пошел? Кто помнит? Ага. То есть для вас налево, для меня направо. Пошел сюда. Пошел плавно. Под конец. Двинулся ближе народ. Здесь с одной стороны передвижение, с другой стороны близость к аудитории. Если вы были на рок-концерте, надеюсь, помните ощущение, когда ты непосредственно перед сценой или другое дело на галерке. То есть передвижение. И следующий был пункт близость к слушателям. Что еще? Громкость голоса. Совершенно верно. Можно ли говорить на высокой эмоциональности тихим голосом? Точно. Готов сюда выйти. Звук даешь. Что нельзя говорить эмоционально тихим голосом? Готов ответить за свои слова? Так, стерли, 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 стерли. Потому что иногда, очень часто, люди смешивают эмоциональность с громкость голоса. Спасибо за участие, спасибо за комментарии. Множество примеров. У меня, честно говоря, в жизни бывали разные начальники. И был начальник, который устраивал разнос с матом, с перематом, когда слюни летели. И был начальник, который устраивал разнос очень вежливо. Почему вы опять не сделали то, что мне обещали? Когда человек говорил вежливо, для меня всегда второй тип начальников всегда был страшнее. Еще может быть такой пример, когда весна, и там парень идет, и с девушкой держатся за руки. Они в этот момент могут ничего не говорить, но там свет, любовь, опять же, эмоции зашкаливает. Когда громкость голоса вообще нет, эмоции зашкаливает. Ну, опять же, можно дать пример сценического шепота. Когда, наверное, если я сейчас шепотом буду выступать, рассказывая о бонусах, призах, например, в компании, обсуждают повышение зарплаты или понижение зарплаты. За счет того, что тема интересная, тема важная, иногда можно говорить очень тихим голосом, но эмоции будут зашкаливать, возможно, у ратора и у слушателя. За что еще? Что еще можно использовать для того, чтобы играть своей эмоциональностью? Неожиданности. Вот здесь такая неожиданность и даже неожиданное слово эвристика. Что-то неожиданное происходит от слова эврика. Неожиданно было, когда начали очень тихо. От этого эмоции сразу подскочили. Да. Да, совершенно верно. Что еще? Накидайте, может быть, даже все писать сейчас не будем. Призыв к участию. Призыв к участию, к действию. Когда аудитория тоже начинает вступать, принимать участие. Да. Что еще? Задействие ценности аудитории цепляет. И на самом деле множество примеров, множество вещей, которые мы здесь не обсуждали. Давайте поставим такое жирное многоточие, как остальное. Например, юмор. Повышает эмоциональность. Ритм. We will, we will rock you. У нас как-то один участник тренинга вышел. Задача была просто поговорить на высокой эмоциональности. И человек сделал такую вещь. Раз, 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 два, три. Раз, 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 два, три. Через какое-то время полаудитории сидела и не понимая, чем, в общем-то, человек выступает, тоже хлопала. Ритм тоже добавляет эмоциональности. Хорошо. Примеры, как знания о нашей, об эмоциональности оратора и эмоциональности аудитории можем использовать. Прежде всего, как вам кажется, если эмоциональность оратора и эмоциональность слушателей очень сильно отличаются, хорошо ли это или плохо? Плохо, наверное. Да. Чаще всего это плохо. Ну, может, примеров. Представьте, вы приезжаете, например, проводить презентацию в IT-компанию. И почему-то случилось, что ребят, программистов загнали в 9 часов на рабочем месте слушать вас. Если вы знаете, что такое для программиста 9 часов, то это ощущение человека, что вы подняли посреди ночи. Человек, люди дрожащими руками пьют кофе, еще до конца не осознают, где ничто не находится и кто перед ним. Если тут вы начнете говорить на очень высокой эмоциональности, какое, скорее всего, желание возникнет у людей? Да. Самое жестокое – это кинуть в оратора кружкой. В самом лучшем случае захочется встать и уйти. Другой пример. Когда эмоциональность слушатель высокая, а эмоциональность оратора низкого. Кто-нибудь смотрел презентацию первого самого айфона? Смотрели, не смотрели? Apple keynote address. То есть Стив Джобс великолепно работал. Перед началом презентации играла музыка. Я смотрел не живьем, я смотрел по компьютеру, к сожалению. Потом Стив работал великолепно, на потрясающей эмоциональности. Он говорил, сегодня Apple вновь изобрели телефон. На самом деле о тех или иных функциях телефонов разговора нет, но эмоциональность и аудитории была потрясающая. И вдруг, ближе к концу, Стив выводит директора компании AT&T. Выходит такой мужик, техасец, достает из кармана записи и по записям монотонно, начиная читать то, что там ему кто-то написал. Говорят, в этот момент твиттер взорвался, что уберите этого козла, то есть верните Стива Джобса на сцену, потому что у людей эмоции действительно высокие. Эмоциональность оратора не соответствовала эмоциям людей. И давайте можно опять накидывать множество примеров. Давайте вместо того, чтобы рассказывать об этих примерах, мы посмотрим и проанализируем примеры использования различной эмоциональности. Первый пример. Если мы возьмем дебаты, может быть политические дебаты, может быть на рабочем месте, нам приходится отстаивать одну точку зрения, когда есть другая страна, которая отстаивает противоположную точку зрения. Чаще всего, если одна сторона более эмоциональна, чем другая, не всегда, покажу и такой, и такой пример, но чаще всего, какая сторона воспринимается как более лидирующая? Чаще всего. Бывают и обратные примеры, но чаще всего те люди, которые говорят на более высокой эмоциональности, воспринимаются как более лидирующие. Давайте сразу пример на злобу дня. Сейчас включу проектор. Можно посмотреть. Потом можно прямо здесь проголосовать, кому кажется, кто больше лидирует. Сейчас. У нас есть передача к барьеру. Марк Розовский, Алексей Митрофанов. Вот это Марк Розовский. Посмотрите, понаблюдайте. Потом проголосуем. Может быть у нас в студии получится другой результат, чем тот, который я вам предлагаю. Я-то считаю, что памятник Сталину уже давно поставлен в нашей стране. Их очень много, этих памятников. По всей нашей стране. Вся Колыма – это памятник Сталину. Это не так? Абсолютно с вами согласен. Если вы согласны, что же вы делаете? А памятник стоит только хорошим людям. Насчет Верховного, вот мы сейчас и поговорим, какой он был Верховный. Давайте скажем правду этой нашей истории. Согласен. Ведь никогда не говорилось правда о Сталине. Согласен. Вы с этим тоже согласны? Абсолютно согласен. То есть правды нет, а памятник все равно надо ставить? Нет, правду надо говорить обязательно. И поиском правды памятник будет способствовать. Мы поставим память великому русскому врачу, мужественнейшему человеку Бехтереву, который поставил Сталину диагноз – паранойя. Давайте сразу свое небольшое исследование. Если мы берем Марк Разовский, который говорил до этого, кому кажется в большей степени, наверное, лидирует Марк? Просьба поднять руку. Кому кажется, Алексей Митрофанов молодец, лидирует в этих дебатах? Ну, здесь большинство у нас проголосовало, что в большей степени, наверное, Марк Разовский. Честно говоря, много смотрел выступлений, в том числе Алексея Митрофанова. Как правило, хорошо работает. Но здесь еще идет другая ошибка. Вот если вы посмотрите, да, совершенно верно. Взгляд вниз. Если мне нужно подумать, я смотрю, например, вверх. Если мне нужно подумать, я смотрю вниз. Чем опасен взгляд вниз? Не уверенность. Да, зачастую тот же самый взгляд вниз воспринимается как неуверенность, а может быть виноватость. Другой пример. Сейчас, сейчас, сейчас покажу. Если мы берем дебаты, извиняюсь, фрагмент на английском языке. У нас очень часто то, что кто-то не знает английского языка, не понимает, что происходит, это неважно. Потому что вы можете посмотреть, что люди используют для того, чтобы запустить эмоциональность. У нас очень часто образ англичане, это такие чопорные островитяне, которые нифига не умеют пользоваться эмоциональностью. Поэтому у нас подготовлен небольшой учебный фильм, который у меня никак... Ага. Выступление в английском парламенте. Чопорные, спокойные, не эмоциональные англичаны ведут дебаты в парламенте. Я. Спасибо, Прорезонний Курас. Сегодня, миллионных служителей охраны во время поздравления обехода, preocupация о потребляении, о кипе и о кипе, о кипе, о кипе, о кипе о кипе. Госужинный центр медицинского официнского медицинского... Уда. Дайте правительственную дебата поговорить. Уда. Уда. Дайте-проекты, о кипе... Дайте-проеком Boston-РНХС. Что замечаете? Что используют для того, чтобы запустить эмоциональность? Помимо содержания, конечно же. Жесты. То есть зачастую идет такой рубящий жест. Что еще? Передвижение. Да, еще некая динамика. Встал, сел. Да, совершенно верно. Уверенная интонация. Как будто на каждом блоке ставит точку. Да, уверенное интонирование вниз, так называемое. При этом с голосом, если мы берем хорошая громкость голоса, хорошая артикуляция, использование пауз, выделение ключевых моментов и интонирование вниз. Совершенно верно. Ну и плюс, когда вы слышите «hear, hear», несколько сот человек за спиной кричат, что мы поддержим этого оратора, это тоже добавляет эмоциональности. Другой пример. Сейчас, коллеги. Не будем больше брать дебаты. Возьмем такой более шутливый пример. В зависимости от того, как мы выступаем, в зависимости от того, какие эмоции мы используем, воздействие на аудиторию совершенно разное. Если мы монотоном читаем стихотворение, впечатление одно. Подключаем эмоции, впечатление другое. У нас есть хороший учебный фильм. Иногда преподаватели жалеют о своих просьбах. Итак, на уроке. Пушкин, я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем. Пушиненко, стоп! Что ты там мямлишь? Это же поэзия, читай с выражением! Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью, то мим. Я вас любил так искренне, так нежно, как, дай вам Бог, любимый быть другим. Сергей Есенин. Семерыха щенила, сука! Стоп! Сдают, опять же, можно ли лидировать на более низкой эмоциональности? Вполне. Вполне. Знаете, примеры, на самом деле, достаточно редкая ситуация, но примеры есть. А у меня такие точки и пункты. Низкая частота голоса, то есть, будущая интонация. Работа голосом. Ну, помимо прочего, я, честно говоря, сказал бы, использование своего статуса. Тоже. Когда перед нами президент Российской Федерации тоже добавляет статус на сне. Хорошо. Давайте дам несколько примеров. Потому что иногда после темы эмоциональности люди все время хотят давить, продавливать, лидировать по эмоциональности. Иногда это стоит делать, иногда, опять же, это не стоит делать. Сейчас покажу использование эмоциональности для лидерства. Потом покажу обратный пример. Знаете, кто является чемпионом мира по регби? Посада. Команда All Black с Новой Зеландии. Там часть людей, бывшие потомки Маори, зачастую перед выступлением они используют так называемое хака, а-ля наведение почи. Задача, некий танец, и задача стоит запугать, в общем-то, противоположную команду. Матч во Франции. Французы, честно говоря, достаточно сильные ребята. Вот по моим ощущениям, французы немножко плывут. Французы. И новозеландцы. И опять же, это пример такой жесткой, агрессивной, высокой эмоциональности. В Франции. Субтитры создавал DimaTorzok. Гои за субтитры создавал DimaTorzok. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok. Дмитрий Троцуз. Поехали! 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 Другой пример. Есть высокая эмоциональность те же самых новозеландцев. Посмотрите, почему шотландцы, наверное, воспринимаются в большей степени лидирующей положении, чем новозеландцы. На всякий случай, коллеги, такой вопрос. Кто знает, что у шотландцев надето под килтами? Ничего. Ничего, совершенно верно. И задача, что такое используются шотландцы, что для большинства людей воспринимаются они как лидирующие. Что здесь реклама? Уильям Воллес. Что такое шотландцы делают? На всякий случай проверим. Кому кажется, что, наверное, здесь больше лидируют новозеландцы? Со своей хака. Кому кажется, наверное, больше шотландцы? Ага, четыре человека ответили, остальные не расслышали вопрос. Ну, Украина свободная страна. Что такое используют шотландцы? Элемент неожиданности. Неожиданности, да. Вот разрыв шаблона. Мы их еще сняли, они стоят спокойно, абсолютно все равно, что происходит перед ними. Ага, а как мы понимаем, что они стоят спокойно? Мы же не знаем, как они себя чувствуют. Там пока ничего теплого по ногам не побежало, мы не можем разобраться, человек там волнуется или не волнуется. Ага, лица. То есть отсутствует мимика, эмоции. Позиция ног. Позиция ног, достаточно уверена. Поза оратора, отсутствие каких-нибудь зажимов в плечах. Ну и тоже, вот я бы сказал, работа лицом. Такое ощущение, что я чувствую себя комфортно, когда на меня направлен такой негативный эмоциональный, эмоциональное выступление. Кто-то может сказать, что это гады-рекламщики придумали. Поэтому берем сейчас прямо реальную ситуацию, реальные дебаты и посмотрите. Достаточно редкий пример, когда один человек другого прессует, но второй человек умеет работать лицом, он создает ощущение, все равно будет так, как я скажу. Владимир Вольфович, что вы на Геннадия Викторовича набросились? Что он вам сделал плохого? Из таких, как Хазанов, мы практически потеряли нашу Родину. И сегодня, 1 апреля, вроде День смеха, а натовские самолеты уже около Пскова и Смоленск. Это Хазанов вызвал? С 1945 года по 2004, они все заставляют нас смеяться. И армия смеется, и президент смеется, и элита смеется. Они смеются над нашим народом. Посмотрите, он стоит, так сказать, и с таким пренебрежением на нас смотрит. Это любовь. Это не пренебрежение, это любовь. Чаще на себя в сервисе смотрят. Не перебивайте, дайте разогнаться. Он биографию свою вспомнит. Его дедушка был большевиком. Еще дедушка. Бабушка, бабушка. Как у Гайдана дедушка. Бабушка была подругой Крупской. Все семейка... Не подругой, соратницей. Соратницей. То есть, сто лет назад они вооруженным путем уничтожили Российскую империю. А уже в девяносто первом году по Лубянке он бегал. Знаете, что он там делает? Собрали авантюристов у Белого дома, наркоманов, проституток. И вот они юмористы. И страны нету. Понял. Пауза. Я замолкаю, но я бы хотел, чтобы они замолчали. Чтобы он стал бригадиром, Хазанов, и всю эту группу аншлаг увел бы с наших телеэкранов куда-нибудь подальше. за пределы Российской Федерации. Геннадий Викторович. В пьесе одного известного польского драматурга Славомира Мрожика есть такая фраза. Мне трудно считать вас партнером в дискуссии, у вас галлюцинации. Ну и тоже вы можете посмотреть, насколько голоса уже перераспределились. Что такое Хазанов использует? Что есть ощущение, что, наверное, в большей степени лидирует он. Юмор. Выдержка, самообладание, умение работать лицом, опять же, комфорт. Ощущение, что, когда Жилиновский его прессует, говорит разные гадости, он испытывает полный комфорт. Что-то еще? Не воспринимает серьез. Не воспринимает серьез. Тоже использовал такую мета-рамку, когда процитировал классика, что тяжело считать вас в оппонентном споре, у вас галлюцинация. То есть, подсказал, как нужно относиться ко всему тому, что до этого горел Жилиновский. Что у человека галлюцинации, его можно там только пожалеть. При том, что Жилиновский, человек, который великолепно умеет использовать свои эмоции, для того, что там, иногда додавливать, прессовать, перебивать и перехватывать инициативу. Честно говоря, советую зайти на интернет и посмотреть все дебаты о ней 54 минуты Жилиновских азанов к барьеру. Так, ну давайте какой-нибудь последний пример покажем вам на эмоциональность. Привет, дорогие севастопольцы! Привет, дорогие черноварцы! Я хочу поздравить вас с праздником Великой Победы! Великой Отечественной Войне! С праздником 9 мая! Ура! Кому кажется, ну урод, так выступать нельзя. 9 мая. Кому кажется, кому кажется, для такой ситуации, для... Ну, чтобы нормально, ну как вполне, он немного неестественно для себя. смотря, кто перед ним выступал. Ага. Здесь у нас получается нормально, как-то странновато, и остальным кажется, нормально. Смотришь на него, вроде сейчас человек будет серьезным людям что-то вещать, да? И в то же время он... Оп! Ага. А какой бы хотелось... Перед концертом, причем своим концертом, начинает публику разогревать. Ага. А как хотелось бы парад 9 мая? Какое выступление? Я хотел бы вас поздравить. Смотря, кто перед нами не выступает. В Севастополе на 9 мая. Меньше пауз. Меньше пауз, хотелось бы... Чтобы он более... более как бы потоком говорил. Не знаю, как это выразить. Ага. Но он не у паузы, он сказал слово, ждешь, скажет, не скажет. Ага. Если мы берем совсем такой вариант, когда я сейчас постараюсь говорить, выдавать на гора очень большое количество слов, и вообще стараюсь не использовать паузы... Есть длительные паузы, есть короткие паузы, как бы разделяющие... Да. Есть смысловые паузы, когда мы выделяем информацию. И чаще всего то, что мы обсуждали в начале, если мы хотим добавить статусности, тогда используем паузы. Хорошо. Ну, у нас Украина свободная страна, то есть по той статистике, которую мы получили, двум людям кажется, так делать нельзя. Наверное, шесть человек кажется, нормально, использовать можно. Хорошо, коллеги. Тоже такой вопрос. Эмоциональность. Это что-то объективное или субъективное? Субъективное. Например, та же самая двадцатка. У финнов двадцатка одна, у итальянцев двадцатка это другая. Двадцатка у американцев и двадцатка у китайцев тоже будет отличаться. Хорошо. Тогда давайте сделаем большую часть времени, говорю я. Я не знаю, готовы кто-то выйти чуть-чуть поработать перед аудиторией или есть желание отсидеться? А, сейчас расскажу. Знаете, говорят, что самое тяжелое выступление? Это оторвать попу от стула. Потому что, когда человек оторвает попу от стула, дальше все идет намного проще, легче. Итак, аплодисменты самому храброму человеку в студии. А, сейчас для начала мы сделаем небольшую динамику. Здесь большую часть времени говорил я, чтобы чуть-чуть вы поработали. Потом, если есть вопросы, может быть, там от кого-то с интернета можно будет задать. Хорошо. Смотрите, коллеги, задача сейчас... Как зовут? Аня. Меня Никита очень приятно познакомится. Задача Ани. Говорить, выступать там 30-40 секунд перед слушателями. Не важно, что сейчас Аня будет говорить. Задача выдать ту эмоциональность, которую аудитория воспринимает, что Аня говорит на заданной ей эмоциональности. Как у нас это будет происходить? Сейчас это прозвучало немножко угрожающе. Есть колода карт с карточками от 11 до 18. Аня вытащит карту и задача 30-40 секунд, не важно, что Аня говорит, поговорить на той эмоциональности, которая здесь. При этом, коллеги, вы не знаете, какой уровень эмоциональности задан для Ани. Вы будете показывать, как вам кажется, какая эмоциональность у Ани. Поднимите руки, пожалуйста. Вот это вот означает 10. Вот это означает 20. Как вы покажете, соответственно, 15? Можно показать 15 так, можно показать 15 так, можно показать 15 так. Если в сумме получается 10 плюс 100 количества пальцев, которые показывает, значит, это эта цифра. Аня выступает 30-40 секунд и смотрит, какую эмоциональность показывают слушатели. Если, как слушатели считают, нужно добавить эмоциональность, Аня добавляет. Если нужно успокоиться, тогда Аня успокаивается. Через 23 секунд я говорю стоп и мы смотрим, какую эмоциональность показали зрители. Если посчитаем, какая будет цифра, если это близко к тому, что вытянула Аня, единственное, чтобы никто не увидел, какая цифра вытянута. Тогда Аня задачу выполнила. Никому не показываем и сразу откладываем, прячем. Я показывать не буду, показывать будете вы. Можно я буду тоже с них? Сейчас. Поднимаем, поднимаем руки, коллеги. Сейчас настроюсь. Безумец я, вы правы, правы, смешно бессмертины золи, как смел желать я громкой славы, когда вы счастливы в пыли. Тогда стоп и смотрим. 10, 11, это сколько? 17? Аня порвала всех своих... Это сколько? 14. Хорошо. 10, 12, 12, 12, 12, 10, 10, 11. Наверное, по-моему, ощущениям, 11,2. 11. Аплодисменты Ане. Да, 11. Не, не. Кто следующий? Аня присаживается. Аня великолепно выдала нужную эмоциональность. Коллеги, кто следующий? Сейчас эмоциональность людей нарастает. Ага. Аня профи с точностью до двух десятых выдала. Так, перетусовываем. Никому не показываем. Откладываем. 30 секунд, неважно, что говорить. Какого солнца не дождаться вновь, теснили здесь прекраснейшие дамы и первые из признаков мужей. терялся взор среди этого величия и слыхалось, родимая страна соединила всех она одна. Итак, стоп. Смотрим. 12, 13, 14, 13, 15, 16, 15, 16, 15, 15, 14. Наверное, 14,1. 14. 14. Аплодисменты. Хорошо. Ну и последний человек. Последний, 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 последний. Как зовут молодого человека? Станислав. Станислав. Станислав на сцену. Ужас. Вот, это неинтересно. Да. Почему? Гремить, крайне попалае, природу роскошное, дрожь пронимает. Жде спрагла земля, плодотворно и зливы, и ветер над нею гуляет, борхливый. Итак, стоп. Это 16, 17, 19, ага, почти был пьяный Жиленовский сейчас. 18, 18, 18, 18, это 18, 18, 18, 18, наверное, 17,9. Я прибавил. Ага. То есть, а какая карточка была? 18. 18. Ага. 18? 18. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Коллеги, ваши вопросы, тоже, если есть вопросы у кого-то с интернета. Нету? Хорошо. Тогда тренируйте вашу эмоциональность. Умейте ее убирать. Особенно, например, когда вы начинаете свое выступление. Потому что оратор, который начинает свое выступление, добрый день, друзья. Я хочу рассказать вам о том, как воспринимается уже как-то странновато. Умейте поднимать свою эмоциональность. Умейте убавлять. Здесь у нас это сегодня происходило в формате такой лекции. Если вам интересно потренировать ваши параметры выступления, работу с публикой, создание там PowerPoint слайдов, срубиться в араторском чемпионате, приглашаю вас на наш сайт, наши тренинги. И на наш сайт это orator.biz.ua У нас очень хорошая команда самых различных тренеров, от актеров до людей, занимающихся бизнесом. Приходите. У нас есть в том числе зачастую бесплатные мероприятия. У нас есть там символические мероприятия, например, тот же самый вечер, когда люди приходят и тренируются выступать там с PowerPoint. И буду рада видеть на наших тренингах. У нас очень часто на наших тренингах первые три часа бесплатно. То есть можно прийти, поработать. Это не рассказ о тренинге. Вы принимаете участие в реальном тренинге. После этого принимаете решение, что если это то, что вам полезно и интересно, тогда вы остаетесь. Очень был рад вас видеть здесь сегодня. Надеюсь, в той или иной виде знакомства это продолжится. Спасибо вам за ваше внимание. Спасибо. 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 Продолжение следует...